ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ ЗВОНОК В ДВЕРЬ Это единственный источник финансирования всех проектов. Но летом пожертвования падают просто до критического уровня. Горание плаченных счетов стремительно растет, а операторы связи жестко требуют оплаты за свои услуги. Я же бесперерывно перед ними оправдываюсь и обещаю к осени исправиться. К сожалению, обещания осени устраивают далеко не всех и вообще все меньше кого. Оплату требуют иногда даже и вперед, а кто-то и начисляет пени за каждый день про строчки. Задолженность завещания на сегодняшний день составляет чуть меньше 30 миллионов рублей. Точные цифры на экране. Необходимые для совершения пожертвования платежные реквизиты содержатся в бегущей строке телеканала, озвучиваются в эфире. Также их можно узнать на сайте «Союза и Воскресенье», на страничках в соцсетях и, конечно, в православной газете. Очень удобно совершать пожертвования, отсканировав телефоном QR-код. Он и сейчас внизу в углу экрана и регулярно появляется в нашем эфире, публикуется в газете. Научитесь им пользоваться. Это очень просто и быстро. Не надо заходить в приложение банков, просто наводите камеру своего телефона и далее следуйте инструкциям. «Колено преклоненно прошу не откладывать до осени вашу поддержку. Она нужна сегодня, нужна сейчас». Несмотря ни на что, я, конечно же, благодарю всех и каждого из вас, тех зрителей, слушателей, читателей, что поддерживают нас за ваши неленностные сердца, за ваши неравнодушия. Только поддержка Божия и вот ваше неравнодушие позволяют 29 лет выходить православной газете, 20 лет вещать радио «Воскресенье», 18 лет каналу «Союз» и 8 лет «Муссоюзу». И не просто вещать, а нести людям весть о Боге, о спасении, о вечной жизни. Не забывайте об этом и не забывайте о необходимости своего в этом участия. Божье во всем благословение.